Всем привет! Ну что ж, карантин нам не помеха, бренды продолжают выпускать новую продукцию. Очень много новых релизов накопилось у меня в последнее время в бюджетном сегменте, что всегда особенно приятно. И я предлагаю сегодня на них посмотреть в действии, все буду наносить себе на лицо. По ходу дела комментировать и сразу спойлер. Есть у меня здесь несколько хитов, которые я уверена вам понравятся. Ну что ж, приступаем. Первое, с чего хочу начать, это с Maybelline Color Tattoo. У них постоянно выходят какие-то новые оттенки. И я, кстати говоря, очень давно не покупала уже Color Tattoo, потому что, ну вот как-то что-то не до этого мне было. И вот когда я увидела вот этот вот оттенок, я, насколько понимаю, это прям новинка-новинка, называется оттенок VIP. Я подумала, вау, это же такой крутой оттенок для того, чтобы использовать его как базу под тени. И вот, вы знаете, когда я впервые им воспользовалась, у меня не случилось дежавю, потому что я помню, что когда-то мне эти тени безумно нравились. Мне нравилась и пигментация, мне нравилось, как наносилось, мне нравилось, как это работало как база под тени. Сейчас я нанесла и не увидела ничего, в принципе. Это настолько полупрозрачный продукт, вот я не знаю, что с ними случилось. То ли это, в принципе, они испортились, то ли это конкретно вот этот оттенок не очень удачный. Мне не понравилось. Вот что нанесла, что не нанесла, какой-то вот есть рыжеватый такой, знаете, верблюжий какой-то вот полупрозрачный оттенок на веки. Не могу сказать, что это что-то изменило или как-то тени у меня лучше держатся, или это сработало именно как база, потом последующее нанесение более насыщенное как-то. Ну нет, вот вообще ничего, не знаю, вот оттенок этот конкретно мне абсолютно не понравился. А что мне понравилось, вот прям реально неплохой такой хит за последнее время, одно из, наверное, лучших, что я пробовала в плане теней, это новая палетка от Catrice, которая называется Neon Earth Pro Slim Eyeshadow Palette. Это линейка. И у меня это конкретно десятая палетка Elements of Power. Ну начну, наверное, с самого очевидного. Как видите, да, здесь тоже они засунули два оттенка таких худовских, как я их недавно назвала. То есть это как металлики с храплениями чего-то непонятно чего. И вот эта текстура, давайте, наверное, сразу с нее начнем, это справимся с этим, а потом пойдем по всему остальному. Вот эта текстура немножко привередливая и странноватая. Это не для всех, потому что очень рыхлые эти тени, и наносятся они исключительно пальцем. Вот кистью нереально просто нанести, все будет по всему лицу, блестки по всему лицу, но только не на глазах. Но пальцем наносится прикольно. Вот сегодня я использовала один из этих оттенков. Я вам, думаю, сейчас вы сможете это все посмотреть, потому что я вам показываю, скорее всего, этот макияж сейчас. В общем-то, я его нанесла пальцем. Пальцем красиво, вот вообще никаких претензий. И красиво выглядит, такое как оно мерцающее, мелкие блестки, очень симпатично. Осыпается, конечно, эти блестки потом геморрой, откровенно говоря, вытирать под глаз. Но если вы сначала делаете макияж глаз, а потом макияж лица, то, в принципе, это не должно стать большой проблемой. Но это всего два оттенка из этой палетки, и они неплохие. Я не могу сказать, что они плохие. Что касается всех остальных оттенков, они вот просто муа, они шикарные. Здесь матовые оттенки просто изумительные. Они очень пигментированные, они легко наносятся, они легко растушевываются. Мне кажется, подборка оттенков здесь тоже просто чудная. Потому что здесь можно и что-то такое более нейтральное сделать, а можно прям вообще рыжая сделать, а можно прям терракотовое что-то сделать. Вот классно. И металлики тоже есть здесь, как вот талповый какой-то оттенок, так и более насыщенная медь, бронза, золото. В общем-то, короче говоря, как по мне, это очень удачная палетка. Если вдруг как-то так произошло, что у вас нет ни одной нюдовой такой нейтральной палетки, и вы хотите что-то универсальное и теплое, и холодное... Нет, не холодное. И теплое, и нейтральное, и рыжее, и какое-то терракотовое. Вот посмотрите в сторону вот этой палетки, она реально классная. Плюс это К3, стоит недорого. Ну, в общем-то... Также попробовала я новую подводку от L'Oreal, которая называется Matte Signature, и я себе взяла коричневый оттенок, называется он Brown Signature. Понравилась мне эта подводка, единственное, что мне не понравилось, это то, как намокает этот аппликатор. То есть вот сначала достаешь, все классно, делаешь стрелку, но потом для того, чтобы заново его намочить, потому что не хватает для того, чтобы сделать полноценную стрелку одного вот этого окунания, нужно прям закрутить, потрусить вот так вот хорошо, потом опять достать, иначе оно где-то там по стенкам, видимо, размазывается, и на этот аппликатор плохо потом наносится. Но вот это единственный такой вот технический момент, если можно так сказать, а так подводка реально классная. Коричневых подводок удачного цвета, не так много на рынке, особенно в бюджетном сегменте, да и не только в бюджетном сегменте, вот это реально классное. Все с ней хорошо, она у меня не осыпается, не трескается, хорошо выглядит, хорошо держится. В общем-то, тоже могу ее запросто советовать. И, кстати, вот такой вот формат, я не уверена, как будет конкретно с этой, но в принципе, по опыту, обычно вот такой вот формат живет гораздо дольше, чем подводки фломастеры. Потому что в баночке продукт не пересыхает так быстро, как во фломастере, поэтому если для вас важна еще и продолжительность жизни косметики, то обратите внимание. Еще сегодня я использовала вот этот новый консилер от Catrice, называется Instant Awake Concealer, оттенок я взяла 005 Neutral Light. Вообще, когда я увидела упаковку, вы знаете, не внушила она мне доверия, потому что вот такие вот упаковки я не очень люблю, обычно в них какие-то полупрозрачные жидкости. И я вот этого и ждала, но когда я начала наносить, я так, опа-опа, да, перекрывает круто, а потом я вспомнила, ну да, это же Catrice. Catrice, в принципе, не делает какие-то полупрозрачные консилеры, по крайней мере, мне не припоминается ни один полупрозрачный. У Catrice все такие, ух, знаете, если надо замазать, вот обращайтесь в Catrice. Неплохой консилер. Лучше ли он, чем камуфляж? Ну, наверное, нет, я бы не сказала. Но тоже очень неплохой. Для возрастных век, для сухой зоны под глазами, для тех, у кого много морщин, не подходит, потому что будет пересушивать эту зону и выглядит не очень красиво, поэтому не могу советовать. Но если у вас достаточно выраженные темные круги под глазами, он вам может подойти. Для суперсерьезных проблем лучше все-таки прикупите классический камуфляж. Смотрела-смотрела я категорию тональных основ, и что-то как-то новинки там меня не зацепили. Ну, по крайней мере, ничего такого, что я еще не обозревала. Может, вдруг, кстати, у вас есть какие-то запросы, вы пишите в комментариях, есть какие-то тональные, которые вот прям вот очень вам интересно узнать мое мнение. Я, кстати, заказала новый кушон от Enough. Коллаген я так и не пробовала, и, кстати, не хочу пробовать, как-то мне передоз коллагеном случился немножко. А вот кушон меня заинтересовал, и я буду его обозревать, ну, включая и других каких-то корейских новинок. Короче говоря, смотрите на моем канале, скоро это появится. Тем не менее, смотрела я, смотрела на новые тональные основы, что-то ничего не высмотрела, кроме вот этого продукта от Lumine, который называется из серии, это, кстати, Valo Nordic Sea. Называется он Bright Boost BB Cream SPF 20. Это именно BB крем. Оттенок я взяла Light Medium. И, наверное, сейчас кто-то возмутится и скажет, пффф, Lumine это вообще ни разу не бюджетная косметика. Да-да, я вас слышу, я вас понимаю, но в то же время это и не люкс, поэтому я сюда это засунула, простите меня, пожалуйста. Что хочу сказать по поводу этого BB крема. Вот это типичный европейский BB крем, который служит с единственной целью, это сделать чуть-чуть получше, чем был. То есть, это не то, что прям кардинально поменяет ситуацию. И я когда буду показывать вам нанесение, вы увидите, что я вот прям ни разу его не пожалела. Я так очень обильно его наношу, потому что, когда я пользовалась им впервые, я его нанесла, посмотрела так на себя, типа, поменялось ли вообще хоть что-то. Потом я нанесла второй слой, и тогда я начала замечать, что что-то таки поменялось в лучшую сторону. В общем-то, это продукт для тех, кто хочет вот так вот, не глядя, где-то с утра еще сонным перед зеркалом чего-то там нанести и сделать чего-то там получше. Вот это продукт идеально подходящий. Его можно наносить спонжем, руками, ногами, я не знаю, мочалкой, там, если вдруг вы другое ничего в ванной не нащупаете с утра. Я не буду ругать этот BB крем, потому что я знаю, что такие продукты реально востребованы. На каждый продукт есть свой покупатель, я просто объясняю, что он делает, я уверена, что он найдет отклик в чьих-то сердцах. Мне кажется, это классный продукт для немного более возрастной, возможно, категории, когда особо проблем, в принципе, нет на лице, но хочется какой-то вот свежести, немножко выровнять оттенок. Этот тон добавляет свечение. Вот реально здесь ему прям вот галочка, такая красивое свечение и держится на протяжении дня. Он очень прилично, нигде не сползает, не заваливается, ничего катастрофического в принципе с ним не происходит. Если нанести тонким слоем, то его вообще не видно на лице. Если вот как я сегодня, то да, его так слегка заметно, но в то же время, опять-таки, это не маска, это не полноценная тональная основа, это вот что-то такое легенькое, приятненькое, возможно, повседневное именно. Короче говоря, это тот продукт, который можно наносить, не делая особо остальной макияж, потому что если нанесешь плотную тональную основу, и у тебя абсолютно голые там глаза, голые брови, на губах ничего нет, и не знаю, там, скульптурирование и так далее, то это выглядит как-то странно. То есть такой плотный тон, он и подразумевает, что вы будете использовать еще кучу всего. А вот это, ну, нанес, ну, может, ресницы накрасил, там, брови чуть подкрасил, если нужно, блеск там какой-то, и все, пошел, ты уже выглядишь прилично. Вот этот карандашик от Ardeco вообще мега приятно меня впечатлил. И вот, кстати, многие как-то недолюбливают бренд Ardeco и как-то ругают его в комментариях, я вот с вами не согласна. Но в Ardeco очень-очень много крутых продуктов, и причем Ardeco стоит вот на некоторые товары вот прям вообще дешево, я считаю. За это качество это дешево. В общем-то, вот такой вот карандашик у меня есть, который называется Ultra Fine Brow Liner, оттенок у меня 15. Я не помню точно, как он там позиционируется, этот оттенок, то ли брюнет, то ли браун, я не помню точно, но это просто обалденный карандаш. Он по своей текстуре немножко суховат, из-за этого он делает вот просто супер натуральный эффект. Вы не увидите черточки какие-то конкретные, кляксы, вот просто как будто штрихуют вот таким вот общим фоном. Очень классно, вот реально очень классный карандаш, тоненький, как я люблю, я вообще вот такие вот тоненькие карандаши обожаю. Единственный косяк это вот это вот. Я хочу у Ardeco спросить, вот вы типа выделиться хотели, что это вообще такое, как этим можно пользоваться? Это какой-то гребешок типа для бровей, но это жесть. Ну вот сделали бы лучше просто обычную щеточку для бровей, не морочили бы никому голову, потому что, ну вот это, это реально косяк. А все остальное, что касается именно самого карандаша, единственное, я бы может сказала, ну слегка на волосину может быть чуть-чуть теплова для меня сейчас. Но опять-таки здесь дело даже не предпочтение, дело того, какой вам нужен оттенок карандаша. Поэтому посмотрите свотчи, если по оттенку вам понравится. Вот я вам прям очень рекомендую заценить этот карандаш. Он действительно вот прям на 5 с плюсом, ну ладно, 5 с минусом из-за вот этой дурацкой щетки. А на губах я сегодня использовала, как обычно, нюдик. Вот эту помадку взяла от Revolution. Это новая линейка Matte Lipstick Naked. У меня оттенок этот Naked. Там вышла новая линейка, по-моему, нюдовых прям помад. И вот мне приглянулся этот Naked. И очень даже симпатично. Ничего в принципе не могу сказать супер хвалебного или супер ругательного. Ну такая классическая полуматовая красивая нюдовая помада. Ну нормально ощущается на губах. Абсолютно не стойко держится, потому что это классическая помада. Здесь стойкости мы и не ждем. Ну вот не могу не сильно поругать, не сильно похвалить. Вот знаете, вот нормально. Вот просто нормально. И как бы мне не хотелось заканчивать на разочаровании, но вот придется, видимо. На закусочку оставила разочарование, которое меня, кстати, удивило. Потому что я не ожидала от Catrice такой подставы. Вот я даже взяла, как видите, две штучки. Это кремовые тени, их новые, которые называются Liquid Shardew, еще и Waterproof. То есть они водостойкие. И я себе взяла матовый попробовать и также перламутровый. У меня были огромные надежды на эту штуку, потому что, если вы еще не в курсе, я недавно стала мамой. И для меня быстрый макияж, это стало настолько актуально, что просто словами даже не передать. Вот мне хочется сейчас что-то такое, что просто ляп-ляп-ляп, дзинь-дзинь-дзинь, тынь-тынь-тынь, и все. И как бы готово. То есть не доставать кисти, не доставать спонжей, не применять все техники этого мира в макияже. То есть что-то очень-очень простое. И я думаю, вау, класс, это ж матовые тени. Ты берешь так чуть-чуть размазал, а потом еще берешь вот такие вот перламутровые, и это там свечение добавляет где-то во внутреннем уголке глаза, или может быть на все веко нанести. Короче, я когда попробовала, я вот прям расстроилась. Я от Catrice этого не ожидала, я была уверена, что мне это понравится. Матовые эти тени, кстати, оттенок я себе взяла 0.20 Balance Soul, они вообще какие-то полупрозрачные, их абсолютно не видно, они абсолютно не строят никакой формы, то есть их наносишь, и вот как с Maybelline, вот что-то полупрозрачное такое у тебя навеки есть, все, на этом все. Помимо всего прочего, у них очень гадкая какая-то текстура, она липкая, вязкая, и она моментально просится скататься во все просто складочки, которые только может она найти навеки, то есть ты наносишь, пытаешься нанести, растушевать, и даже вот так вот сидишь, не помогает. Все равно это потом скатывается, все равно заваливается, какая-то вазелиновая такая текстура, очень густая, плотная, жирная такая, которая, ну, я не знаю, либо у меня руки, крюки, я не нашла подход к этому продукту, может быть, это, конечно, только мой опыт, но мой опыт именно неудачный с этим продуктом, я бы не советовала заморачиваться, если вы ищете что-то такое легкое в использовании, кремовое, то, скорее всего, это не оно. А на этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, конечно же, ставьте ему палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот, и также можете сейчас посмотреть другие видео, которые вам предлагают YouTube. Если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся на следующей неделе в моем новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok